МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что происходит сейчас на улицах российских городов, проводящих чемпионат мира, разрушает стереотипы и недопонимания между гостями турнира и страной-хозяйкой чемпионата. Однако думать, что так возникает другая Россия – иллюзия. Многие россияне испытывают удовольствие от того, что пока все идет по плану, и гости видят, что в их стране нет ни вечной зимы, ни условий, напоминающих о странах третьего мира. Возможно, они после нескольких лет убаюкивающей телевизионной пропаганды удивляются тому, что гости не ненавидят и не высмеивают Россию. А многие туристы, наверное, удивляются своим представлением об угрюмой, серой, отсталой стране. Чемпионат мира помогает побороть невежество и предрассудки. Однако те, кто думают, что эта веселящая страна с обходительными полицейскими и дружелюбными водителями автобусов настоящая Россия, а не искаженный образ, представляемый СМИ, являются жертвами большой иллюзии. Естественно, существует и угрюмая, серая, отсталая, беспризорная Россия. В каждом из городов, проводящих чемпионат, и, конечно, на больших просторах между ними. Политзаключенные, такие как украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку. Сомнительные обвинения против арестованных активистов, защищающих гражданские права. Например, Юрия Дмитриева в Карелии и Аюба Титеева в Чечне. Запреты демонстрации во время чемпионата мира. Вот обратная сторона глянца. Баннера с напечатанными зданиями, повешенные на руины, чтобы создать картинку благоустроенного города. Наверное, после четырехлетнего периода напряженных отношений, последовавшего за крымской эйфорией, разлада с Западом, санкций, экономического кризиса, повторяющегося психологического ощущения войны с Европой и Америкой, чемпионат мира можно сравнить с грозой, разрядившей атмосферу. Однако вопрос о том, почему вдруг должно измениться общество, которое недавно безоговорочно утвердило Путина в его должности, остается без ответа. За Севастополь, за Россию, за Русь, за Российскую Федерацию, за нашу Родину, Матушку, за наше государство, за нашу страну, за нашу державу, за нашу власть всемогущую. Возможно, Западу тяжело понять российское восприятие геополитики, отношений с США, ситуации на Украине и на Ближнем Востоке и событий внутри Европы. Однако это реальность. И мысль, что чемпионат мира изменит ее на долгое время, иллюзорна. После этого успешного спектакля, который вызовет гордость и самоуверенность, руководство России может почувствовать себя еще свободнее во внешней политике. Представление о том, что россияне после чемпионата станут критически смотреть на свою страну, основывается на самообмане. Чемпионат – всего лишь тайм-аут, летний карнавал, который побуждает к раздумиям. Но лишь тех, у кого есть мозги. Кать, как ты бежишь к иностранцам? Под машину сейчас. Так, мы подходим к улице Никольской, мы уже сняли трусы. Кать, сняла трусы? Я уже сняла все. Кому дать, кому дать? Заткнись. Кать, кому даешь? Аргентинцу давай, я тебе советую. Не, я только туркам даю, как Оксана. Я сегодня к вам с видеообращением. Особенно это касается всех девушек, которые живут в странах, где проходит чемпионат мира по футболу. Я бы хотела к вам обратиться с одной большой просьбой. Давайте вести себя достойно. Давайте не будем вешаться на любого иностранца. Давайте не будем рассматривать мужчин как путевку куда-то там за границу. И просто то, что творится на улицах города – это позор. Я видела, просто вчера ходила в ночной клуб, и я видела, что происходит. И честно, мне было настолько стыдно, что я русская. Впервые в жизни мне было стыдно, что у меня есть русский паспорт. Под шумок чемпионата, пока народ находится в эйфории, правительство все туже зажимает гайки. Повысили НДС до 20%. С 1 июля все переводы физлиц друг к другу по картам будут облагаться подоходным налогом в 13%. Повысили пенсионный возраст для мужчин на 5 лет до 65, а для женщин на 8 до 63. Господин Кадыров, этот бравый парень, первого русского убил в 16 лет. Отпиливал русским солдатам головы и играл ими в футбол, что снимал на видео. Теперь он герой России, заявил, что Чечня повышать пенсионный возраст не будет. Он сказал, наш народ страдал 10 лет. Каждый чеченец потерял кормильца, стал инвалидом и является многодетным отцом или матерью. Поднятия пенсионного возраста для жителей Чечни не будет. Ведь, что дозволено Рамзану, нельзя российскому барану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова